По разным странам Мой сурок Музыка Людвига ван Бетховена, слова Гетто Вот какие великие люди писали песни о сурках Почему? Мне тоже стало интересно, и вот что я выяснил Оказывается, в средневековой Европе, точнее в Германии и Франции Было много бродящих музыкантов И как на Руси цыгане водили с собой для развлечения публики медведей Так во Франции для этого использовали сурков Дрессированные зверушки везде сопровождали своих музыкантов Характер у них для этого должен быть спокойный, дружелюбный и неагрессивный Сейчас их, оказывается, разводят как домашних животных Мода на сурков и на сурочие фермы только появляется Так может быть, есть смысл оказаться в числе первых? Давайте же побываем на одной из редких сурочих ферм И выясним, насколько сложно разводить сурков и так ли это выгодно Пока мы едем, несколько слов о том, что представляет из себя сурок В первую очередь это грузун А значит, ближайший его родственник это кролик или бобр Сейчас различают порядка 15 разновидностей сурков Но все они очень похожи друг на друга И различить их могут только специалисты, ведь у них один предок Нас же интересуют две самые большие разновидности Это степные сурки или байбаки и горные В одной из наших предыдущих программ мы уже знакомились с Михаилом Он рассказывал нам о шиншиллах Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Мы слышали, что вы завели еще и сурков Да, завел Расскажите нам о них поподробнее Идемте Итак, Михаил, вы завели, наконец, двух сурков Соответственно, это логово для молодоженов Я так понимаю Вы его сами делали, расскажите Сам делал эту конструкцию Из чего она состоит, главная составляющая? Ну, это клетка в иглу для сурков Из хорошей такой прочной проволоки, сетки А это, собственно, домик для их спячки, для зимы То есть здесь на свежем воздухе они могут провести круглый год? Да, они находятся на улице круглый год Они сейчас вялые такие вот сейчас И где-то в конце октября, в середине октября Они должны заснуть Так, а просыпаются? А просыпаются они в апреле, в март-апрель Ну, как медведи, в общем, как берлога оттаивает, да? Да А саму клеточку надо утеплять зимовку? Ну, вообще нет Ее не утепляют Сюда помещают солому, сено, листья, опилки На три четвертых заполняют этот домик Ну, я пошел, сделал по-другому Я утеплил изофолом весь дом по периметру Ну, чтобы было наиболее комфортно суркам Потому что пока их мало, можно это себе позволить Содержит их парами? Содержит их парами, да Ну, наверняка зверек опасный, конечно Пальчики ему лучше не совать туда, да? Пока он не приручен, да Зубы очень серьезные Это третий грызун по величине Сначала капибару, потом лоба, потом сурок Ну, красавица, красавица Вот она поменьше А самец стесняется, значит? Самец стеснительный у нас очень Он побольше И раскраска у него другая, бегая такая Но они еще вырастут раза в два Я знаю, у грызунов постоянно растут зубы Вот у бобров они очень большие А вот им, чтобы стачивать, что они используют? Чурбачки Сурки А, ну вот, пенечек у вас лежит, да? Да Чем вы их кормите? Я гляжу, вот кукурузка лежит Ну, это основа, это специальный корм для кроликов А, прям тем же кормом, что и кроликов можно кормить, да? Да, да Ну, и всякие добавки Очень любят кашу Вот мы варим кашу Там гречная крупа, пшеница Можно орехи, трава, очень любят подорожник, одуванчик А капуста с морковкой? Морковку можно, капусту нельзя Капуста вредная для них, да? Да, капуста вредная для сурков Насколько трудоемок уход за сурками? Сколько он времени у вас занимает? Ну, здесь нужно сурка попоить и покормить один раз в день Вот, так больше ничего Когда накапливаются отходы под клеткой, ну, это очень долго То убрать эти отходы Больше никаких операций здесь не нужно делать То есть то, что клеточка поднята, несет не только функцию, как сказать Не только от сквозняков Да, да, да Но и функционально Сурок – любимый персонаж многих сказок и легенд В США ежегодно даже отмечается день сурка Этот праздник приходится на 2 февраля В этот день жители Соединенных Штатов предсказывают время прихода весны Традиция дня сурка стала известна на весь мир благодаря одноименному фильму Знаменитой американской комедии Действие в которой как раз и вращается вокруг этого праздника Вообще этот праздник имеет достаточно давнюю историю Народная примета гласит, что 2 февраля сурок просыпается после своей зимней спячки Выходит из своей норы И он должен посмотреть на свою тень Если сурок видит свою тень, то зима будет длиться еще 6 недель То есть весна будет поздняя Если сурок не видит своей тени Ну, соответственно, если день пасмурный, тени нет То, значит, весна будет ранняя И она наступит уже совсем скоро И сурок вновь спать не ложится Каждый год 2 февраля при большом стечении народа Приезжает телевидение Вплоть до того, что включаются прямые трансляции по всем Соединенным Штатам Этого сурка извлекают из домика И смотрители объявляют, видит Фил тень или не видит Причем, согласно легенде, сурок Фил Это один и тот же сурок, который на протяжении уже многих поколений предсказывает весну И хотя ученые-зоологи утверждают, что сурки живут не больше 7-10 лет Максимальная продолжительность жизни 14 лет Если верить хроникам, Фил живет уже все 170 лет Но придумали еще одну легенду о том, что каждые 7 лет Смотрители дают Филу специальную настойку, специальное зелье Которое продляет ему жизнь еще на несколько сезонов То есть этот Фил, тот самый Фил, который якобы начал предсказывать погоду Предсказывать весну с момента своего появления в Соединенных Штатах Вот он, Вася Вася, вон он, Вася, выглядывает слева Носик Вася потемнее у нас Да, вон другая расцветка О, какой суровый Челябинский, да А какой-то он звук издает Они свистят Свистят они, да? Вышел Ух, Василий Вы их взяли одновременно, они уже друг друга признают, как я понимаю Да Ну, соответственно, семьи должны быть у них разные, чтобы не было кровосмешения, да? Естественно, обязательно, это у всех животных Какое минимальное количество сурков нужно для создания фермы? Ну, я завел пока пару одну, но я думаю, что 10 пар, это уже будет нормальная сурковая ферма Что это за оригинальные засовы у вас такие на дверке? Ну, это для того, чтобы сурки не убежали Потому что это такие звери, что они все время ищут, где бы им вылезти, чтобы нам докурить Поэтому система запирания очень серьезная А как сурки размножаются? У них вообще много детенышей? Сурки достигают половозрелости где-то 3-4 года, редко в 2 Также они, как кролики, носят один месяц, 30 дней детенышей И рождают где-то 8-6 детенышей А какие для этого нужны условия? Условия? Сурки должны спать И после спячки у них инстинкт срабатывает размножение Но это уже когда они достигнут половой зрелости После спячки у них начинается спаривание В каком возрасте они достигают половозрелости? Ну, по данным, это 4-3 года 3-4 года у вас будет жить только парочка, привыкать вы к ним будете, привычать? Некоторые на второй сезон, но это очень редко Сколько с новорожденным сурком возится мама? Мама с детенышем носится 2 месяца Можно их покормить? Да, конечно У них, кстати, каша кончилась Уже можно убрать Скажите, они подвержены каким-нибудь болезням? Нет, болезни у них практически нет А прививки вы им делали? Нет, и прививки никакие не делаются То есть абсолютно здоровый зверек? Да Грызунам никаких прививок не делается Профилактических от каких-то инфекционных заболеваний Просто это сбалансированное кормление Правильный уход, содержание И, в принципе, этого достаточно для грызунов Прийти сначала к ветеринарному врачу Он назначит соответствующие анализы на гельминты, например На сальмонолиоз какие-то такие вот инвазии А профилактических прививок никаких не делается грызунам То есть это диагностические просто исследования Кала там проводится И просто на руки выдаются отрицательные экспертизы об этом Тогда уже можно там и детям играть И дома содержать такое животное Глистных инвазий, конечно Нужно постоянно обрабатывать регулярно животных от гельминтов Насчет чумы Очах чумы, как бы, слава богу, у нас сейчас нету В Липецке, по крайней мере, вообще в России Поэтому, я думаю, не страшно это сейчас нету Такие пациенты, как сурки, пока что редко появляются в ветеринарных клиниках Мода на содержание сурков неволе возникла совсем недавно Но, по словам врачей, сурки не слишком отличаются от многих своих собратьев-грызунов И не принесут своим хозяевам особых хлопот Я не рекомендую частных лиц приобретать с рук, соответственно Потому что, когда животное поступает в магазин, оно уже проверено Все справочки уже в наличии у магазина имеются Поэтому лучше, конечно, в зоомагазине покупать Наверняка животное будет здорово, нормально, проверено Ну, вообще, эти животные, они колониями, помного, да, содержатся Но если он будет в обществе человека, ему достаточно будет Это очень общительный, очень любознательный зверек Я, в принципе, себе бы завела даже такое животное Потому что оно, в отличие от других грызунов, тех же морских свинок Оно более сознательное, оно очень соображающее такое животное И с ним интересно, оно играется хорошо Очень прожорливое животное, на самом деле, ну, к зиме должно... Спячка, во-первых, они впадают на 4-9 месяцев, долго спят, да У них в это время снижается температура тела, замедляется пульс, сердцебиение, да И за счет этого животное, каждая спячка обновляет организм И вообще сурки, они самые долгожители из грызунов Самые, они живут до 14 лет даже, да Спячка необходима обязательно, потому что если животное не будет впадать в спячку То продолжительность 3-5 лет только жизни будет Животное перед спячкой хорошо отъедается, потому что во время спячки расходуются вот эти лимиты, жировые запасы животного Ну, в принципе, все, обязательно, то есть впадать нужно в спячку Условия создаются искусственно, то есть чем холоднее, там на балкон можно Имитация какой-то норки делается, там может быть какой-то, не знаю, там заворачивается куда-то, там норочка такая вот Вот, образуется И они вот впадают в спячку, и потом опять же искусственно из нее самими же владельцами выводятся То есть опять же в марте, в апреле животное заносится домой, и оно само выходит из спячки Михаил, давайте поподробнее поговорим о том, какую выгоду можно получить от сурка Ну, выгоду можно, выгоды много Вообще, когда заводили сурков, то были такие позиции, как шкуры, жир и мясо Что касается суркового жира, то это, вот как здесь написано, мощнейшее, исключительно эффективное природное средство при лечении всех видов туберкулеза Также и заболевания желудочно-кишечного тракта, поддержание высокого тонуса человеческого организма Это все от того, что вот сурок, он очень привилеглив в пище, он ест только экологически чистые продукты И вот, и поэтому отсюда такой ценный жир у него Он выгодно отличается от жира других, например, животных, у которых используется жир Скажите, и сколько может стоить такая вот панацея, грубо говоря? Ну, жир стоит, вот можно даже здесь посмотреть, пожалуйста, 30 грамм 90 рублей стоит Потрясающе, и сколько в сурке? Ну, в сурке, я думаю, около 5 килограмм В зависимости от времени года К осени и больше, потому что спячку зверек ложится Продается он в капсулах, в микстуре, в топленом виде, в любом То есть много видов принимается он также ложками Если подытожить, получается, что сурка можно продавать жир, мех, сурочие мясо, ну и сурка целиком Да Вы планируете как? Все-таки по частям или живую зверушку продавать? Вообще, сейчас планируем размножить, но первым, с чего начать, это живьем продавать Потому что, ну, жалко пока животных А потом, не исключено, что остальные позиции мы будем ими заниматься А на живого сурка спрос большой? Большой спрос, люди хотят сурка Вот, пожалуйста, видим множество объявлений Хочу сурка, не знаю, где взять Помогите Объявлений много И первая проблема, это негде взять сурка А вы за сколько планируете его продавать? Мы планируем от 15 тысяч за молодого сурка Пожалуйста, масса рецептов по приготовлению сурка Всякими гурманами, охотниками В общем, тем, кто ищет кулинарных изысков Тоже подойдет этот зверек Кстати, что касается меха Насколько он качественный и где его можно использовать? Ну, мех вообще средний износ стойкости Также из него шьют и шубы, и шапки Шуба может проходить 4 сезона То есть, это такой бюджетный вариант Мех, это не самое основное в сурке Потому что, чтобы выращивать сурка для меха Это нужно огромное количество сурков И промышленные масштабы нужны Прежде всего, он сурок, чем ценен Он как домашний любимица заводится В общем, вы планируете продавать живых сурков В качестве домашних животных Не меньше, чем за 15 тысяч Вы бизнес-план, кстати, какой-нибудь уже составили? Ну, конечно, бизнес-план есть Сейчас с трудом в этом году нашли парочку сурков Пока одна пара В следующем году я приобрету еще две пары Пока Ну, посмотрим по возможностям Хотя, конечно, хотелось бы и три пары приобрести сразу То есть, я хочу нарастить количество семей Чтобы потом уже делать оптовые продажи сурка Приблизительно в какие-то суроки окупятся? Сурок Сурки сейчас молодые Половой зрелости они достигают к трем годам Вот, редко к двум Поэтому примерно через два года Я рассчитываю получить первое потомство И уже начать продажи сурка Ну, а где-то через четыре года Уже выйти на мелкий опт, так скажем Биолог Владимир Сарычев Многие годы наблюдает за сурками В их естественной среде обитания На сегодняшний день В европейской России их осталось совсем немного Да и те, что есть, привозные и расселенные искусственно В конце 19-го столетия В России оставалось всего несколько мест В европейской части, где он обитал Как правило, это были бывшие частные степные заповедники И вот последнее место, где в Липецкой области Сохранялся сурок до начала 20-го столетия Это бывшая Лотаревская степь Имение князей Вяземских Где несколько квадратных километров Целинной степи никогда не пахалось И сурок там жил После начала коллективизации Этот участок был распахан И эти последние сурки исчезли Но так как вид очень важный для экосистем Очень важный для охотничьего хозяйства был То в 80-х годах прошлого столетия В 1980-х годах Советский Союз Как одна из стран, где обитает основная популяция Европейского сурка Принял решение о восстановлении его численности И началась государственная программа по реинтродукции В сохранившихся местах обитания Это Воронежская, Саратовская области, на Украине Сурков отлавливали Переселяли в другие места и выпускали Вот такая программа осуществлялась и в Липецкой области Было выпущено в четырех районах около 600 зверьков И они дали начало современному Вот этому вот виду обитания его на нашей территории И иметь такие колонии, поселения сурков в нашей местности Привлекать туда туристов, школьников, фотографов, анималистов Это замечательная идея И она на Западе, кстати, очень хорошо развивается И там многие страны получают доход больше от экологического туризма Чем, допустим, от добычи тех же крокодилов или страусов По словам ученого, традиция держать дома сурков в старину Существовала не только в Европе, но и в России Еще в старые времена, дореволюционные, так сказать Или после, были такие случаи, и это было обычным делом Сурки были часто домашними зверьками Они легко приручаются, ласкивают, ну как кошечки Только на зиму впадают в спячку Даже более того, и в Воронежской области я знаю человека Он, правда, уже пожилой, в годах Но он помнит его детские воспоминания У них дома жил сурок Он сам родом из Каменной степи Это участок Воронежской области, где сурки до сих пор сохраняются И сохранялись всегда Тогда у крестьянских детей было такую вот возможность Иметь сурков и содержать дома как собачек, наверное Сейчас это, возможно, тоже привлекает людей И знаю, что есть такие энтузиасты Но, на мой взгляд, эта забава такая Ну, может быть, не совсем экологически оправданная Это мода Которая, возможно, и пройдет со временем Но, мне кажется, лучше содержать дома традиционных домашних животных Кошек, собак, которые уже тысячелетиями живут рядом с нами Владимир Сарычев предлагает свой вариант содержания сурков Своеобразный сурочую ферму без клеток и заборов В условиях максимально приближенных к природе Зачем сурка привозить домой в мир, в котором он никогда не жил Среди холодильников и каких-нибудь там этих диванов Ну, что он будет там видеть и как он будет жить Это издевательство над личностью Другое дело дать ему возможность жить там, где он родился И где жили его предки На его, по сути дела, исторической родине Сейчас, видите, уже фактически многие участки земель Это частная собственность или какая-то арендованная И те же самые балочные, овражно-балочные системы Выпасы бывшие, на которых раньше выпасался скот Сейчас они пустуют Они не дают никакого дохода Более того, там создают опасности пожарно И всякие процессы идут Почему бы на этих землях хозяйственникам не разводить сурков? Проблем никаких Нужно просто привезти маточные поголовья Несколько, ну, десяток, два, три Это технология отработана, расселение сурков Выпустить их, первые несколько сезонов Поддерживать их, контролировать Чтобы численность их постепенно возросла А дальше они начнут расселяться сами Что это может дать? Во-первых, ну, с одной стороны, конечно Традиционное слиспользование, это охота Все-таки вид, который привлекателен для охоты Второе, то, что я говорил, это развитие экологического туризма Иметь на своем хозяйстве участок балки степной Где растет ковыль, бегают сурки Это уже такой серьезный, привлекательный фактор Для различного рода туристов Уверен, что и россияне могут ехать И западные европейцы, которым очень хочется порой увидеть степной мир А чтобы его увидеть, приходится сейчас ехать или в Казахстан, или в Монголию Очень далеко, дорого А если в центре России с достаточно такой развитой коммуникацией Коммуникациями, гостиницами Еще иметь и такой привлекательный фактор Почему бы нет? Запросто можно развивать это направление Сурок в последнее время становится все более популярным домашним питомцем Однако содержание сурка в домашних условиях имеет ряд особенностей О которых все-таки стоит задуматься перед таким приобретением Прежде всего сурок животное крупное Размером он с крупную кошку или небольшую собаку Такого зверька в квартире не так просто накормить и разместить Клетка ему тоже понадобится большая Представьте себе хомячка, только размером доходящего до 10 килограммов А если содержать сурка без клетки, то будьте готовы к материальным потерям Это зверьки упрямые и, главное, способные добиться своего К примеру, если сурка запереть в комнате, то он без проблем способен прогрызть деревянную дверь Сурки сильно различаются по характеру Встречаются среди них и довольно агрессивные Но даже спокойный прирученный сурок не любит на своей территории чужаков А значит, во время прихода гостей сурка придется изолировать Иначе он может покусать неосторожного человека Но те, кто сумел приручить к себе сурка и наладить взаимопонимание Получают очень забавного, интересного и даже ласкового домашнего питомца И еще одно Выражение «спит, как сурок» появилось не случайно Осенью сурки ложатся в спячку и спят до самой весны Так что почти полгода ваш питомец будет мирно храпеть Ну вот мы и узнали о сурках немало Давайте подытожим все плюсы и минусы разведения сурков Сурки, как домашние животные, только что входят в моду Сурочек ферм мало и конкурентов в этой сфере почти нет Стоимость одного сурка доходит до 500 долларов Так что выращивать их выгодно Сурки неприхотливы и не слишком подвержены болезням Хотя в основном сурки сейчас продаются как домашние животные Их также можно растить ради ценного жира, диетического мяса и шкурок Но есть и сложности Высокую цену сурков можно считать как достоинством, так и недостатком Чтобы приобрести парочку для создания фермы вам потребуется более 30 тысяч рублей Сурки обладают огромным любопытством и способностью разгрызть буквально все Поэтому, чтобы его удержать в неволе, нужны специальные и достаточно дорогие клетки На мой взгляд, плюсы значительно перевешивают Я бы добавил сюда еще то, что сурки очень забавные и обаятельные Ну а разводить или нет, сурков решать вам А я с вами прощаюсь, всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...